Глава 7. Эгоистичные рекомендации для желающих стать бабушками и дедушками. Если бы я знал, что с внуками так весело, я бы завел их в первую очередь. Неизвестно. У вас может быть слишком много детей, но не слишком много внуков. Как и ваши дети, они милые, игривые и приносят надежду. В отличие от ваших детей, вы можете отправить их домой, когда с вас хватит. Это сделка всей жизни. Возможно, поэтому в Google более миллиона результатов по запросу «без детей», но всего пара тысяч по запросу «без внуков». Загвоздка в том, что вы не можете сами создать своих внуков. Вам приходится полагаться на своих детей, чтобы они создали следующее поколение, пока вы еще достаточно молоды, чтобы наслаждаться этим. Если вы устали ждать, пока ваши дети подарят вам внуков, которых можно баловать, что вы можете сделать? На первый взгляд, внуки – это дело удачи, у одних родителей их много, у других – ни одного. Хотя удача играет свою роль, вот несколько советов, чтобы склонить шансы в свою пользу. Чем раньше вы начнете, тем легче будет что-то изменить, но поздно, лучше, чем никогда. Приватизация натализма После того, как наталисты заканчивают сетовать на низкую рождаемость, они обычно встают на трибуну и требуют, чтобы правительство что-то с этим сделало. Есть две большие причины, по которым я отказываюсь присоединиться к их хору. Во-первых, хотя я согласен с тем, что больше детей делают мир лучше, я против социальной инженерии, особенно в таком личном вопросе. Когда люди решают, сколько детей иметь, правительство должно заниматься своими делами. Во-вторых, оставляя в стороне либертарианские сомнения, просить политиков решить ваши проблемы – это пустая трата времени. Правительство не будет вас слушать. Если вы хотите, чтобы работа была сделана правильно, вы должны сделать ее сами. Главная слабость традиционного натализма в том, что он пугающий. Как только мы признаем, что больше детей – это хорошо, разве мы не оказываемся на скользком пути, в конце которого запрет контрацепции. Совсем наоборот, суть позиции натализма в том, что больше детей – это благо, а не в том, что вмешательство правительства эффективно или морально приемлемо. Ценность детей и роль правительства – это два отдельных вопроса. Натализм можно и нужно приватизировать. В отличие от типичного правительства, я не буду преувеличивать эффективность своих советов. Мой первый принцип для получения большего количества внуков демонстрирует хорошие результаты. Остальные принципы – лишь правдоподобные гипотезы. Их трудно проверить научно, что, вероятно, объясняет, почему никто их не проверял. Тем не менее, они здравы, есть убедительные доказательства в их пользу, и они не имеют особых недостатков. Хотя я не могу доказать их эффективность, я готов на них поставить и планирую их сам. Руководство номер один – имейте больше детей. В современных обществах самый надежный способ иметь много внуков – это иметь много детей. Хотя успех не гарантирован, один пенсионер, которого я знаю, имеет пятерых взрослых детей, но только одну внучку исследования подтверждают очевидное. Самое всестороннее исследование, когда-либо проведенное, рассматривает все население Дании, родившееся в 1968 году и 1969 году. Оно показывает, что датчане с большим количеством братьев и сестер имеют больше детей. Общий социальный опрос подтверждает ту же закономерность в Соединенных Штатах – люди с большим количеством братьев и сестер имеют больше сыновей и дочерей. Соблазнительно предположить, что удвоение количества детей более чем вдвое увеличивает ожидаемое количество внуков. Это слишком оптимистично – фертильность передается в семьях из-за природы, а не воспитания, поэтому удвоение количества детей лишь удваивает ожидаемое количество внуков. Тем не менее, это немаловажно, и есть бесплатный бонус – каждый ребенок – это страховка от отсутствия внуков вообще. Если у каждого из ваших потомков есть 20% шанс остаться бездетным, вы можете снизить вероятность отсутствия внуков до 4%, имея двоих детей, и до 0,16%, имея четверых. Если вы хотите продолжить цепочку жизни, обязательно отправьте много копий. Конечно, эта стратегия работает только для тех потенциальных бабушек и дедушек, которые еще достаточно молоды, чтобы иметь больше детей. Если вы начинаете мечтать о внуках на вечеринке по случаю выхода на пенсию, ваше окно возможностей, вероятно, уже закрылось. Однако если вы можете воспользоваться этой стратегией, почему бы не рассмотреть ее? Когда наши родители пристают к нам насчет внуков, их слова обычно остаются без внимания. Поскольку эта книга о эгоистичных причинах иметь больше детей, я не буду пытаться вызвать у вас чувство вины за игнорирование их просьб. Я лишь отмечу, что к тому времени, когда вы достигнете возраста ваших родителей, вы, вероятно, тоже захотите больше внуков. Вам следует предпринять шаги для удовлетворения вашего будущего желания, пока вы еще достаточно молоды, чтобы что-то изменить. Как правительство подгоняют аиста? Иметь больше детей – это не безошибочный способ получить больше внуков, но это определенно склоняет шансы в вашу пользу. К сожалению, большинство из нас не начинают думать о внуках, пока наши дети не вырастут. Если вы готовы стать бабушкой или дедушкой, вы, вероятно, не заинтересованы в 30-летнем плане. Вы хотите быстродействующих способов осуществить свои мечты о внуках. На данном этапе было бы удобно забыть об исследованиях близнецов. Удобно, но нечестно. Ранее в руководстве для родителей по поведенческой генетике мы рассмотрели основные исследования близнецов о размере семьи. Все они обнаружили, что различия в воспитании оказывают малое влияние или вообще не влияют на фертильность детей. Другими словами, методы, которые родители обычно используют для влияния на фертильность своих детей, примерно одинаково эффективны или одинаково неэффективны. Если вы хотите повысить фертильность своих детей, вам нужно отойти от протаренного пути и попробовать нестандартный подход. Этот совет обычно бессодержателен. Поиск эффективных нестандартных стратегий воспитания обычно похож на поиск иголки в стоге сена. Но фертильность является исключением. Правительства часто пытаются влиять на рождаемость, и исследователи, изучающие их политику, знают некоторые подходы, которые явно работают. Правительственные проповеди и нравоучения кажутся столь же бесполезными, как и родительские проповеди и нравоучения. Однако, когда правительство вознаграждает родителей деньгами и другими материальными благами, аисты прилетают. Самый впечатляющий эксперимент, в конце 1980-х годов Квебек начал выплачивать денежные бонусы новым родителям и постепенно увеличивал эти бонусы в течение следующего десятилетия. С мая 1992 года по сентябрь 1997 года родители Квебека получали 500 канадских долларов за первого ребенка, 2 выплаты по 500 канадских долларов за второго ребенка и 20 выплат по 400 канадских долларов, всего 8000 канадских долларов за каждого последующего ребенка. Затем программа была отменена. Главный исследователь, изучавший программу Квебека, пришел к выводу, что 1000 канадских долларов пособий в первый год, чуть более 700 американских долларов, в то время увеличивали вероятность рождения ребенка на 16,9%. Семьи, имеющие право на полный план выплат в 8000 канадских долларах, на 25% чаще заводили еще одного ребенка. Реакция была гораздо сильнее у женщин, которые были замужем и, или старше 25 лет. Другая исследовательская группа изучала влияние оплачиваемого родительского отпуска в Австрии. Согласно австрийским правилам, сотрудник в родительском отпуске получал от государства около 340 евро в месяц, а также право вернуться на прежнее место работы. До 1 июля 1990 года родитель мог взять один год официального отпуска после рождения ребенка. С 1 июля 1990 года до 1996 года этот срок был увеличен вдвое до двух лет. Затем лимит был сокращен до полутора лет. Исследователи воспользовались этими колебаниями в политике, чтобы измерить эффект эксперимента 1990 года, и обнаружили, что на каждые 100 женщин детородного возраста приходилось дополнительно 12 живых австрийцев. Другие исследователи достаточно убедительно утверждают, что «дружественная к семье, политика, оплачиваемый родительский отпуск, субсидируемый уход за детьми и т.д. частично объясняют относительно высокую рождаемость в Швеции и других скандинавских странах». Лично я выступаю против семейных субсидий и регулирования. Но вам не обязательно поддерживать эти программы, чтобы извлечь из них уроки, а если вы их поддерживаете, вам не нужно завоевывать общественное мнение, чтобы действовать в соответствии с ними. Квебек и Австрия убеждают людей иметь больше детей с помощью правильных стимулов. Вы тоже можете. Если вы не сказочно богаты, вы как отдельный человек мало что можете сделать, чтобы повысить рождаемость в своей стране. Тем не менее, вы как отдельный человек можете сделать многое, чтобы повысить рождаемость в своей семье. Вместо того, чтобы читать нотации и ворчать, люди, желающие больше внуков, должны воспроизводить успешные нотальные эксперименты в меньшем масштабе. Правило номер два – станьте идеальными родственниками со стороны супруга. Многие бабушки и дедушки уже оказывают своим детям щедрую помощь. Так почему же близнецовые исследования не обнаруживают влияние воспитания на фертильность? Я могу ошибаться, но вижу существенную разницу между программами Квебека или Австрии и поведением щедрых, готовых помочь бабушек и дедушек, успешные пронаталистские программы оказывают родителям помощь без вмешательства. Бабушки и дедушки редко предлагают своим детям такую же сделку. В семье помощь и вмешательство идут в комплекте. Чтобы получить помощь бабушек и дедушек, людям приходится терпеть их нежелательное вмешательство. Для слишком многих родителей эта сделка с дьяволом и источник таких выражений, как родственники из ада. Чтобы успешно реализовать пронаталистские программы на семейном уровне, необходимо опровергнуть стереотипы о бабушках и дедушках. Обещание помощи без вмешательства – хорошее начало. Проблема в том, чтобы убедить ваших детей и их супругов, что вы настроены серьезно. Завоевать их доверие будет нелегко, откуда им знать, что вы не начнете вмешиваться, как только у вас появятся внуки. Идеального решения нет, но создание репутации – это в основном вопрос времени и последовательности, так что можно начать уже сегодня. Ваша миссия – убедить следующее поколение, что вы – идеальные родственники. Какими бывают идеальные родственники со стороны супруга? Мой девиз из двух слов – тихо полезный. Действуйте осторожно, не совмещайте присмотр за детьми или другую помощь с нежелательными советами о том, как воспитывать внуков или вести домашнее хозяйство. Если вы не знаете, нужен ли ваш совет, вот грубое, но мудрое правило, если кто-то хочет получить ваш совет, они попросят об этом. Независимо от того, говорят ли вам это ваши дети и зятья, невестки в лицо, они, вероятно, думают именно так. Когда вы были молодыми родителями, я уверен, вы думали то же самое. Золотое правило гласит «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Это хороший совет, но недостаточный для обеспечения семейной гармонии. Покойный экономист Берни Сафран прикрепил на дверь своего кабинета опровержения, не поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. У них могут быть другие вкусы. Его мысль «доброты» недостаточно. Золотое правило доброе, но неуважительное. Если вы хотите, чтобы ваши дети и зятья, невестки ценили вашу помощь, обращайтесь с ними так, как они хотели бы, чтобы с ними обращались. Я понимаю, если мой совет вызывает у вас гнев. Если вы старший в семье, возможно, вы чувствуете, что пришло ваше время получить то, что вы хотите. Возможно, вы считаете, что уважение нужно заслужить, а ваша невестка его не заслужила. Если вы даете деньги и сидите с внуками, возможно, вы думаете, что имеете право голоса в воспитании внуков. Но даже если вы абсолютно правы, быть абсолютно правым не даст вам больше внуков. Ваше вмешательство может быть настолько отталкивающим, что ваш следующий внук может вообще не родиться. Когда на кону так много, неужели так трудно отказаться от жесткой линии? Избегать мелочного вмешательства – это одно, но больно стоять в стороне, когда вы считаете, что благополучие ваших внуков находится под угрозой. Просто сохраняйте перспективу. Если родители ваших внуков жестоко обращаются с ними, не просто высказывайтесь, действуйте. В противном случае, дважды подумайте, прежде чем вмешиваться. Держите при себе мысли вроде «вы неправильно его воспитываете» и «вы его безнадежно балуете». Помните главный урок исследований близнецов и усыновления, даже если ваши дети умеренно плохие родители, ваши внуки, вероятно, все равно вырастут нормальными. Прежде чем высказаться, спросите себя, сочли бы агентства по усыновлению родителей ваших внуков пригодными для усыновления? Если да, то исправлять их отклонение от вашего идеала воспитания неразумно. Родители, вероятно, не прислушаются, им это точно не понравится, и они могут почувствовать себя слишком напряженными, чтобы подарить вам еще одного внука. Руководство номер три – тактично вознаграждайте своих детей за каждого внука. Ради аргумента, предположим, что вы не против потратить деньги, чтобы получить больше внуков. Как мог бы сказать Трой Макклюр, напыщенный рассказчик документальных фильмов из «Симпсонов» и «Так, вы решили разработать собственную программу по стимулированию рождаемости. Как вам следует действовать? Если вы придете домой к своим детям и спросите их, какую цену они назначат, они, вероятно, подумают, что вы сошли с ума. В лучшем случае они истолкуют ваше предложение так, в обмен на вашу поддержку они соглашаются терпеть ваши эксцентричности. Чтобы получить максимальную отдачу от своих денег, требуется больше такта. Не предлагайте вдруг явные взятки. Создайте прочную репутацию ненавязчивой помощи, прежде чем появятся внуки. Заложив этот фундамент, непринужденно сообщите, что вы показали им лишь верхушку айсберга. Если и когда появятся внуки, вы с радостью увеличите свой вклад. Одна серьезная проблема, о которой стоит беспокоиться, даже в любящей семье трудно убедить других, что ваша помощь не имеет скрытых условий. Возможно, именно поэтому государственные пособия так явно влияют на рождаемость. Люди знают, что независимо от того, сколько чеков они обналичат, правительство не появится, чтобы критиковать их родительские навыки. Для проблем с доверием подобного рода действия говорят громче словарей. Если вы готовы помочь финансово, лучший способ доказать отсутствие каких-либо условий – это делать единовременные подарки. Что бы вы ни говорили, ежемесячный чек кажется обусловленным. Более убедительно отмечать рождение каждого нового ребенка ранним наследством и изящным оправданием – это все равно в конечном итоге будет вашим. Верно, вы отказываетесь от контроля, но, как говорят компьютерщики, это особенность, а не ошибка. Деньги бабушек и дедушек звучат громче, когда они отказываются от контроля. Или, точнее, когда вы отказываетесь от контроля над воспитанием внуков, вы получаете дополнительный контроль над более важным результатом – их количеством. Вам не нужно быть Биллом Гейтсом, чтобы стратегически разрабатывать завещания, трасты и единовременные подарки. Среднего дохода более чем достаточно. По сравнению с фактическими затратами на воспитание ребенка до совершеннолетия, пособия на детей в Квебеке и Австрии были небольшими. Тем не менее, они сработали. Поскольку большинство людей изначально желают иметь детей, скромных стимулов часто достаточно, чтобы убедить их завести еще одного ребенка. Вам не нужно открыто говорить своим детям, что их наследство частично зависит от того, сколько внуков они вам подарят. Не обижайте никого, просто щедро одаревайте своих детей каждый раз, когда они расширяют вашу семью. Затем напишите завещание, которое дает каждому из ваших детей равные доли того, что осталось. Еще один дипломатичный способ вознаградить за плодовитость – создать трасты для ваших внуков, а ваших детей назначить доверительными управляющими. Родители в конечном итоге будут использовать траст для оплаты таких расходов, как обучение в колледже, которые в противном случае пришлось бы оплачивать из собственного кармана. Вы фактически даете больше тем детям, которые дали больше вам. При этом официально вы относитесь к своим детям одинаково. Могут ли пронаталистские стимулы работать слишком хорошо? Как бы вы ни стремились к внукам, вы, вероятно, не хотите, чтобы ваши дети бросили школу или колледж ради рождения ребенка, и уж точно не хотели бы это поощрять. К счастью, на практике беспокоиться ни о чем. Квебекский эксперимент показал, что детские бонусы мало или вообще не влияют на молодых и незамужних женщин, дополнительных детей рожали более старшие и замужние женщины. Молодые и незамужние женщины обычно беременеют по ошибке, поэтому скромные призы недостаточны, чтобы изменить их решение. Старшие и замужние женщины, напротив, уже заинтересованы в детях, поэтому небольшой суммы достаточно, чтобы склонить их. Если вы все еще беспокоитесь о плохих стимулах, ясно дайте понять, что вознаграждаете родителей только за ответственные беременности. Если вы считаете несправедливым наказывать внука за ошибки его родителей, возьмите деньги, которые вы бы дали его родителям в идеальных обстоятельствах, и храните их в доверительном управлении от имени вашего внука. Последняя мысль, пенсионеры часто гораздо богаче, чем они себя воспринимают. Если вы полностью владеете своим домом, вы полубогаты, и если вы думаете, что не можете потратить дом, вы ошибаетесь. Почти любой банк позволит вам обналичить часть его стоимости с помощью кредита под залог недвижимости. Некоторые предлагают обратную ипотеку, вы передаете свой дом банку в обмен на ежемесячный чек и бесплатную аренду. Прежде чем погружаться в незнакомые финансовые стратегии, хорошенько подумайте, но сохраняйте открытый ум, что лучше – абстрактное знание о том, что вы погасили ипотеку, или конкретный факт, что у вас есть новый внук, которого можно баловать. Эгоистичные святые. Человек почти постоянно нуждается в помощи своих собратьев, и напрасно ожидать ее только от их доброжелательности. Он скорее добьется успеха, если сможет заинтересовать их самолюбие в свою пользу и показать им, что в их же интересах сделать для него то, что он от них требует. Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от их заботы о собственных интересах. Адам Смит, Богатство народов. Обычно мы представляем эгоистичных людей как напористых, бесцеремонных, шумных, злых и скупых. Желающие стать бабушками и дедушками, которые следуют моим эгоистичным рекомендациям, не являются ни одним из вышеперечисленного. Они практически святые. Как я могу начать с одобрения эгоизма и закончить рекомендации уважения, такта и щедрости? Мой ответ – навязчивые, бесцеремонные, шумные, злые и скупые люди плохо умеют быть эгоистичными. Действуя под влиянием эгоистичных импульсов, они не учитывают, как другие люди отреагируют на их поведение. Они похожи на рестораны с плохой едой и плохим обслуживанием. Как только об этом становится известно, никто не хочет иметь с ними ничего общего. Однако главная проблема бабушек и заключается не в том, что они плохо умеют быть эгоистичными, а в том, что они плохо умеют быть добрыми. Когда бабушки и дедушки говорят своим детям, как воспитывать внуков, они пытаются помочь. Где же они ошибаются, действуя по своим бескорыстным побуждениям, вместо того, чтобы тщательно взвешивать, как отреагируют другие люди. В результате они вызывают недоброжелательность, несмотря на свои благие намерения. И ради чего, долгосрочный эффект от влияния бабушек и дедушек должен быть еще слабее, чем долгосрочный эффект от родительского воспитания. В конечном счете, эгоистичные правила для желающих стать бабушками и дедушками выглядят очень похожи на бескорыстные правила для желающих стать бабушками и дедушками. Решающим фактором является предусмотрительность, а не намерение. Без предусмотрительности вы будете либо эгоистичным придурком, либо бескорыстной помехой. В любом случае, вы будете раздражать своих детей и невесток, зятьев. С предусмотрительностью вы проявите уважение, такт и щедрость, даже если в глубине души это все о вас. Играя роль идеального родственника, вы прокладываете путь для появления ваших внуков. Когда вы увидите лицо вашего следующего внука, вы будете рады, что поступили правильно.